Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все хорошо Но вот Рубик Немного страдает Он никаких даблкилов Не делал И поэтому Без экспы срун Третий уровень у него Остается Проблема Ебучий суходрочь Это пиздец Хе-хе-хе Ну вот сейчас Начинается Кажется началось Все закончили Упражнение Пупей берет Загузно Одного И второго Тоже берут Загузно Бедус 2 Делают саппорта На развороте Мужчина из Сикрет Здесь грамотно Среагировали На атаку И на контр Выпаде Словили парочку Ребят И по этому поводу Могут и вышку Сейчас попробовать Оформить Потому что здесь Есть Доминатор Бестмастер Акабасики Летает Пупей пошел Воу Пупеха Ларинов Сбивается В полете Но Продолжения Не будет Куча ТП Так Хотят Кого-то Попробовать Вернуть Здесь Оле Но Оле Надо было Первому Нажимать ТП А потом ЖК Если они хотели Кого-то вернуть Потому что Оля Так долго летела Что просто Никого Не может Вернуть Теперь Кристалис Выпрыгивает Отсюда Надо смотреть Будущее А не В прошлое Вероятно Так На Пупея Здесь нападение Но на самом деле Это Пупей Первый напал И пока он Даже еще жив Приходит сюда Король Убивает Пупея Размен Один в один Пока что Король дерется Против кастрюли Не лучшая цель Все-таки Кастрюля крепкая Подкидывает его Король Здесь же Кристалис Король Пытается выйти Но боюсь Что уже Все Он здесь погибает Расскажешь Себу с Натейлом Ну Себ Это уникальный Довольно Пример Блин Как будто бы У нас Каждый второй Здесь Себ А Натейл Что Натейл Натейл Пришел в доту В 2014 году Если что Ну в 2013 Ладно Во вторую доту Из Хона И 5 лет Карьеры Натейл Ну может 6 За которые Он выиграл 2 НТа И завершил ее То есть Что расскажешь Вот если сейчас Натейл вернется Вот И вот тогда Посмотреть надо На Натейла Натейл это Не очень Пример здесь У него Просто 5-6 лет Великолепной карьеры И И завершение Этой карьеры И все Себ да Себ это человек Который Играл долго Но если что Себ это тоже Человек у которого До того как он Пришел в OG И Выиграл 2 НТа И много Других Трофеев Что Это у него Какие то были Достижения До этого Он гораздо таки Их не было Он просто очень долго Сидел без достижений А потом он такой Пришел И Он все еще Несмотря на то что он уже Очень долго играл в Доту И так далее Он все еще был Голодный до побед Это Абстрактная фраза Голодный до побед Да Но она работает То есть Когда человек Ничего не выигрывал Но хочет пиздец Это Совсем другое Чем когда Человек уже До хрена Все выиграл И типа Он думает Что он что-то там Хочет На самом деле Он же ничего не хочет Особо Что он уже До хрена Все получил Он уже Как такой Отъевшийся На сметане Кот сидит Вот И все Это разные вещи То есть Но Ван Свое Отвыигрывал И Я на самом деле Искренне Сомневаюсь Что у него получится Вновь Что-то там Повыигрывать Кот Это сметанный кот Уже Все Наелся Он уже Сидит Просто Выиграйте Один из Пятиста Подарков На общую Сумму Более Одного Миллиона Рублей Геймерский ПК Двиз Скин 5 штук RTX 4070 Геймерские Периферии От HyperX И денежные Призы На ваш Баланс Продавайте Скины Или делайте Депозит На Лиз Скин С 1 По 29 Апреля И получите Билеты За каждый Потраченный Доллар Больше Билетов Больше Шансов На победу Не пропусти Розыгрыш Призов 30 Апреля Присоединяйтесь К празднованию Семилетия На Лиз Скин Переходи По моей Ссылке И получи 50 Билетов На счет Для участия В розыгрыше Призов Кристалис Проблемки У него Большие Даже Очень Большие Он погибает Возвращает Еще Рубика Назад Рубик Тоже Гибнет И Это Была Плохая Плохая Игра От Секретов То есть Как-то Ну Короче У меня Нет Этому Особо Оправдания И Объяснения Очевидно Это Терри Два Вышки Того Не Стоит Потому что Помимо Того Что Они Отдали Эту Драку Отдали Героев Они Еще Отдадут Рошана Да И Без Марки Кинга Секреты Сюда Драться Не Пойдут И По итогу Слишком Много Они Отдают Просто Вот На Ровном Месте По Большому Счету Когда Ты При Доминации Отдаешь Пару Фрагов И Еще Отдаешь Рошана Как-то На Ровном Месте Это Иначе Как Херовой Игрой Я Не Назову Тем Временем Отсюда Убегает Мистер Вивер С другой стороны Какой-то Замес Убили Кентавра Подставился Он Здесь Оли Вроде Есть Стики У него Можно Нажать И Гримс Куда-то Вжать Попробовать Пока Не Получается Проблем Могут Быть Упупеек И Уйдет На него Он Тут Король Король О Поднимает На Рубике Он Бума Пытается Взять Его Рубик Прыгает Вперед Тут Лагает Все Потери Пакетов Ковар Верни Пакет Уходящие Пакеты Теряем Корол Идет Преследование Бума Бума Мало шансов Здесь убежать Конечно Ларинов В итоге Троих Взял Они Могут Пойти Куда-то Или Драться Принимать Драки И без БКБ На Морфе Ларинов Испытывает Трудности Ларинов Погибает Китавр Запрыгивает Кот Инициативы Король Заходит Сюда Бьет По Кристаллису Ой 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 Минус Кентавр Просто Не удается Ему Улететь Даже В сам БКБ Кто Пиздел На Глейпнер Получается Да Тоже Фармит Селинку Нахуй ему Линка Нет Тут Линка Неплохая Но Слишком Много Линка Сфер Как будто бы Уже На Мире Стоят Оля Вернут Кого-то Хочет Оля Аккуратно Прыгают В Кордана Ой Ой Джабз БКБ У тебя Нет На Джабзе О Позор Брайтон Оля Мана Заканчивается Оля Надо Ее Где-то Регенить А то На Ультимейт Просто Маны Нет Кристаллис За Ивейд Адаптив Страйк Используется Глиф Фортификации Оля Пьет Кларетку Возвращается Назад Иллюзия Пока что Кинга Погибают Ларинов Пытаются Взять Еще Раз В этот раз Не Получается И он На Развороте Использует Ультимейт И покатился Палка От Короля Кристаллис Рассказывает Арену Король Пока что Выходит Катается Но По Арене Не Хочет Ультимейт Получает От Бум Бумского Попытка Выкинуть Кристаллис Из Арены Адаптив Страйком Не Увенчалась Успехом У Кью Могут Трудность Всю историю Говорит Ебут Че так Кого то вернули Там Хорошие лидии Китавр прыгает Нормально Минус Кристаллис И Морф Здесь Далее Очень силен Надо теперь Бежать Бежать Ребята Сикрет Морф Их всех Поубивает Если они Не уйдут Ну и Они Собственно Все уходят Каким то Чудом Хером Я не знаю Как сказать Но Аврора Смогли защититься И бараки Не потерять Как будто бы Оборона Здесь шла Минут 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 Три Люди Успевали Умереть Появиться Умереть Появиться Умереть Ну вот Линка Появилась На Бангольере Не 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 Это Очень плохо Морф Уже без ХП Просто Ой Господи Ну им По идее Должна быть Пизда Сейчас За то Что они Тут Исполнили Да Прыгает Марк Кир Гвозу Убивает Двух саппортов Минус Кентавр Бэтрайдера Правда Разменивают На погоне За королем И ему Тут Вафли Да Ну это Плохо Это Вообще Невероятно Плохо А Бараки Упали В миде В этот момент Один Морки Кинг Зашел На Вижен Теперь уже Не один Морки Кинг Зашел Морки Кинга Аегис На него Просто так Нападать Наверное Не хочется Нажмет Он потом Кнопочки Свои Да Прыгает Вперед Китавру Ультимейт Адизраптором Но там Все сейчас БКБ будут Проблемы У Бестмастера Мало ХП у него Остается Он погибает Байбэк Нажимает Тут же Педаль Была Прожата Кордом Пытается Там кого-нибудь Убить Спереди Его возвращает Он БКБ Нажимает В итоге Убивает Кентавра Не самый плохой Размен в истории Человечества Для Авроры Заставили Они бай нажать Но Ничего Хорошего При этом Тоже Не скажешь Здесь про них Прожали Миллион Ультимейтов Ну все Нажали Считать Даже Аегис Не выбили С Марки Кинга Бестмастер Тебайбэкнулся И в принципе Секреты Пойдут дальше Сейчас Кто им Запретит Идти дальше Вот уже Марки Кинг Тут 40 секунд До выпадения Аегиса Прыгает Просто вперед Готов Разменять Аегис Он без проблем Китавр Байбэк Нажимает Ларинов Тут укатывается В рулапе Пока что Кристаллису Пытаются Таегис Довыбить Довыбивают Таегис Кардан Надо пытаться Сваливать ему Не очень приятная ситуация Минус король Минус дизраптор Да Без Марфа Боюсь Что шансы Авроры Стремятся к нулю Марфа все таки Большой нетворс Хочется сказать Он нихера не сделал В этой игре Морф Но Судя по всему Морф был Отстойный пик Здесь что ли Не знаю Он как бы Не мог ничего сделать Он пытался Но Он просто Не работает Не знаю Его герой Просто не работает Вот А Пупей Да Ну так Пупей Никто же не спорит Что он гениальный игрок Но надо не забывать Что На данный момент Пупей борется В Швейцарке За то Чтобы попасть В топ 16 команд Турнира То есть пока Мне вообще не нравится То что Аврора Высрали в этой игре Ну я вообще не верю В их драфт Мне кажется Говно какое-то На мой вкус Купя Актив Виржин Галактикс Блин ребят Актив Виржин Галактикс Я просто смотрю На свой пакет акций Виржин Галактикс А там написано Потеря Минус 92% 92% Это как вообще И при том Там никогда не бывает Как бы даже Какого-то плюса Там только минус А они как будто бы Скоро как будто бы Заплатить там же Будет Чтобы их тебя забрали Ой Ой-ой-ой Минус король Еще и сверху Оли забирают Пупей здесь Очень вовремя оказался Перетянулся Сюда Всех идолонов Атака Атака Как не отдать Эдолона Опа Ёбка пошла Так он сейчас Убьет Двоих Давай 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 Блядь Не убьет Блин Что он развернулся Зря Мне кажется Если бы он просто бежал У него были бы шансы Сангель уйти Ингва приходит И фитит Эдолонами Но Кристаллис Доиграл Ну Кристаллис Блядь Кристаллис Но Кристаллис Повелся На лоховскую То есть он пошел вперед Читая по зонти Нигму Но нахуя он это сделал Неизвестно И Лырнов забирает Здесь пару фрагов За счет этого Вот что можно сделать Против герокоптера Поймать его Ноживца Заманить Так сказать Подальше Если это Кристаллис Он по-любому Проглотит наживку Кристаллис Вот такой Он как рыбка Он видит Ооо Наживка И кусь делает И неважно Что там Крючок еще За наживкой Прячется Блин А вот эти все каналы Как типа Они работают По принципу серверов В линейке Да я так понимаю То есть Они создаются Они как-то рекламироваться Вот подобным образом Набирают там Какую-то тысячу пользователей Каждый заплатил По тысяче рублей И просто канал По большому счету Удаляется К хуям И новая просто Открывается И опять лохов Типа крутят Да Ну то есть Примерно так Видимо это работает Вот это прикол Здесь Пупей разлил На них Огоньку Немного Подналил Кью Разворотит на шейк Шейкер 4 левел Прокачки Баловат Чет Ебать Куда он Он испарился Потому что Демоны разменяли Подошел сюда Бум Здесь уже И кристаллис Вот это прикол Бум на развороте На короля Король пока что Качает сеть Ловит Бума В эту самую сеть Джаб Здесь же Подстанели Бума Бум погибает С лейернов Уже неудержим Ага Пупей Промахивает Скиллами Пока что Он там Ларинов У него БКБ Неожиданно Ведь реально Неожиданно И Пупей Пупей погибает И покатились Еще из-за Ахфу Ахфу Проблемы Что если Блэкхолл Тот самый Вот этот прикол Порвал Ну кто Пиздил На Аврору Нахуй Вот они На нахуй Король Порезал Хилит Брали Он спрятал Ахфу 191 урон На вечеринку Здесь Неожиданно Там Там же Все Без Хпл Мог Всех Убить Че он тут Фармит Уже Это странно Погодя Почему он съемал Те реально Надо понять Он типа Посчитал Из разряда Да ну нахуй Или что На него напал Какой-то босс На разор 1200 хп Мне кажется Он бы развернулся Подышал бы В него Флеймтроером Этим Кинул бы Чакрам Там Дал бы Верлин Десс У него еще Хекс был Скоро Он бы его Просто убил Наверное Не Ну то есть 1200 хп Реально Просто Все скиллы Кинуть Он бы сдох И потом Он пошел бы Всех убил Там Потому что А что они ему Сделают А он в другом Городе Тупо Но он почему-то Просто съебал На Ну Драка Конечно Жесть Вообще Дота Ты что Или это Моника Уже Подключилась К игре Здесь Очень серьезный В сторону Сикретов У них там Могут просто Вышки начать Падать Блэхол Збить то нечем У Бума Проблемы И у Гира Проблемы Бум байбэк. Гира байбэк. Рефрешер есть. Еще один. У Джабза ультимейт будет. Пупей пытается выжать. Здесь пока что Вуле поднимает все три байбэка от Сикрет. Энигма работает. У Энигмы есть. Еще один ультимейт. Убили Пупей. Тоже байбэк, что ли? Нажимает. 34 тысячи ведут Аврора. Кого-то там поймали. Тускара все-таки загрызли. Забрали гем с него еще. Да, умирают, ребят. Умирают. Умирают. В Блэкхоллах люди. Виндвейкеры не спасают. Или что? Не подтягиваются виндвейкерами. Союзники походу. Что будут Сикреты делать? Им надо что-то делать, потому что иначе это все зря. Байбэков потратили уйму они. Три штуки целых. Байбэк от Тускара. Ситуация 5-5. Нынче. Ёлки, как же больно Шейкеру. Из Ларинов пососот. Ларинов пока что на виндвейкере уходит. Стан по нему. Прыгает Гира вперед. Пытается убить Оли. Рефрешер нажимает. Бум. Выпрыгивает Ларинов куда-то каким-то хером. Оли погибает. Есть байбэк у него. Бум без БКБшек остался. Рефрешер нажал уже. Рошан стоит. Пупеет. Дефает. Хату пока что понимает, что подпушено все серьезно. Убивает крипов. По крайней мере выкидывают Разора. Через гонит Тускара. Пытается его убить. Он пока что выули. Оу. Разора порвало. Шейкера порвало. Кью. Умирает после байбэка. Гирокоптер пытается здесь драться. Один против всех. Буквально. Но дерется неплохо. Этот гирокоптер он очень силен. Ребята, он делает это. Но там был холл. Там был холл. БКБ был холл. Сейчас будет Кристаллису. Пупеет засасывает опасные трезины. Виндвейкер работает. Пока что еще. Кристаллис. Один против всех. Все против одного. Пытается что-то сделать, но не хватает. Не хватает. Танька уже на кулдауне. Корнелл пролетает сюда, но поздновато. Уже не помочь ему своим тиммейтам. И все-таки Аврора кажется забирают эту карту из рук Сикретов. Было близко. Было жестко. Но не хватило. Да. Нам. Неожиданно. Энигма. И. Нага. И действительно ведь выиграли эту игру. Как будто бы, да? Ну. Объективно. Игру эту выиграл Ларинов, наверное. Плюс-минус. 1х9. 21.0.13. То есть если бы просто Ларинов не сыграл 21.0.13. Вряд ли бы у Наги и Энигма было бы столько спейса в этой игре. Чтобы и нафармить столько, и кастовать это все и так далее. Но тем не менее. Как бы. Именно финальный аккорд. Это все-таки эти блэкхоллы, пацан. Ответа секрет так и не нашли. Хорошая игра так или иначе была. Мне понравилось. Это было прикольно. Это было. Ну интересно, короче. Последнее время. По такому сюжету не часто игры проходят. С другой стороны. Аврора вела всю игру и выиграла. Что ж тут такого интересного. Казалось бы. Но. Что-то как будто бы было в этой игре такое. Не самое. Тривиальное, так скажем. Понятно. Линия для Тиммера. Оу. Какой герой. Это Омни Найт. Это оффлейн Омни Найт. Я так понимаю, да? Но. Вообще, честно сказать, я не фанат Омни Найта. Ну вот не фанат. Вот. Что-то как-то вот не уверен. Я в Омни Найте все время. Он вроде много дымажит. В определенный момент в игре. Когда он берет себе. Ну там подкачал уже хаммер. Ну хаммер там обычно качается довольно рано. Понятное дело. Купил себе там шарт. Какую-нибудь саблю взял. И вот в этот момент он на самом деле прописывает нормальных люлей. То есть он подлетает к герою. Типа что-то хаммер. Тычка. Там еще один хаммер. Двойная тычка. Бам-бам. Что-то подхилился. Тысяча хп. Как с куста. Но вот этот вот период. Когда это выглядит эффектно. И порой даже эффективно. Он как-то довольно быстро заканчивается. И потом что-то сможет этого Омника. Он что-то ходит. Что-то пытается кого-то бить. Что-то всем похер на него. Как-то обычно так это работает. Не знаю. Нет уверенности. Короче у меня в Омнике. Ну поглядим. Поглядим. На самом деле драфт у Сикрет в целом-то хороший. Ну так если посмотреть. Ну а в Рору тоже ничего. Интересная игра. Должна получиться. Как видится. У меня герой говна в таком драфте. Но мне тоже не очень нравится. То есть. Я говорю. Я не фанат этого героя. Но раз они взяли. Значит. Ну как бы. Бум. Уверен. Что он сыграет. Ой. Джабс. Может погибнуть. Граната работает. Пупей. Как он подловил. Здесь Джабса солидная. Еще и закьют. Погоня такая небольшая. Кристаллиц подрубает. Рокет Браш. Надо наверное. Успокоиться. И так уже нормально все сделали. Пупей. Сейчас бы вернуть. Да. Буквально несколько секунд на глимпсе. Еще КД. Не было бы этих секунд. Он сейчас Джабса мог бы вернуть. И тогда вообще был бы. Конечно разъеб. Джабс бы бежал пешком из базы. Это был бы. Кринж. И трэш. Но. Все в порядке с Джабсом. Ну кроме того. Что он сдох на ФБ. Это не очень в порядке получилось. Конечно. В остальном все в порядке. Пока никуда не двигается. Здесь в этот момент Ларинов уже. Куда-то двигал. Двинулся. И нормально подзапилил. Человека. Как будто бы там за 12 минут. Но хочется чтобы разок. По крайней мере динозавр. Куда-то все-таки сходил. Где-то кого-то на сайте поджарил. А то. Если не жарит он. То жарит вот Бума. Например. Да. Вот Тимбер просто. Тимбер не динозавр. Ему. Гангать. Ну как бы. Немного сложнее. В любом случае. Да. Но он уже. Вот. Гангает ходит. Уже пару фрагов в копилке имеет. А Кордон что-то залип. Что-то залип. Тут еще и стаки фармятся. Ультом Мейден. И Лоренок. Подкачивает. Добей. 7 хп дракон. Опа. Пизелка с драконом. С другой стороны убирает Кордон. А вот говорит. И нахуя я пришел блять сюда? Кто заколил дерьмо? Минус Мейден. ДК тут. Танкует. Бума подстанели пока. Он на себя репл накинул. И пошел вперед. Джабс танкует. Сегодня мы с тобой танкуем. Герокоптер. Делает дэмэдж. И ведь убивает Пупея пока что. Бума там подстанела. У короля уже. Тут перекачка слишком серьезная. Пора кажется отекать. Потому что уже особо от него толку нет. Он слишком перекачан сильно. В силу. Сильно перекачан в силу. Небольшая минорная тевтология. Дорогие друзья. Получилось. Охилку дали. Как удачно. Как неожиданно и приятно. И секреты дут с маке. Кордон здесь. Ему буквально 200 голды до БКБ. Мейден. На нее герокоптер нападает. Убивает Лерри Нофа. Убивает девочку-цемушку. Горл теперь. Бум забирает двоих. Гордон покупает БКБ. После этого момента. Герокоптер тоже до БКБ. Недолго ему осталось. Пупей. Если что. Да, Пупей. Нереальный катер какой-то. Вот просто посмотрите. Девятый левел у него. Охренеть. Девятый левел. Это очень много. На самом деле. Если так подумать. Хотя тут тоже. Ускара девятый. Откуда-то. Пупей. Вернуть Джабза. Вернули Джабза. Ультимейт. Кастует ему на лицо. Пупей. Тандерстрайк доносит тонну демеджа. Ну и вот. Порвало. Прорвало здесь. Смотрите. Сколько Тандерстрайк урона нанес. 7 тиков на 559 демеджа. Все равно он 2 раза успел кастануть Тандерстрайк. Потому что КД тоже падает у него при прокачке. Ну нормально. Потому что частенько Тандерстрайк вообще в 1 оставляют иногда. А там урона с гульки нос вообще не чувствуется. Он так типа подсвечивает героя. А здесь это конкретный скилл дамажит. И ощутимо дамажит. Кью поймали здесь в ультимейте. Лос Раптера Кордон запрыгивает. Там плеткой херачит. Кью. Кью успевает шарик дожать. Но это не надо. А, блин, кейс. Нормально, слушай, кто пиздил. А ну-ка, толкай себя. Как задрот. Пока не толкает. Диздраптера убили. Король работает. Ю выиграл очень много времени. Оли ультит. Идет Кордон топтать. Его растоптал. 3 в 2. Размен пока что в пользу Авроры. Кордон пытается уйти. Но Ларинов его не отпускает. Геркоптер кое-как свалил. Но вообще за ним погоня. Кристалл нажимает БКБ. ТП. Не рискует. Правильно делать за ним. Тут еще ракета полетела. Вылетает ракета. Короче, Кордон запорол эту драку. О, нет. Дядь, не надо. Кордон драку запорол. Потому что, вот, напали на Кью. Начали его душить. И надо было Кордону ульт нажать на него, да? И тогда он бы не... Он бы просто умер и все. На этом бы, возможно, закончилось бы. Но он успел нажать шар. Потом блинг. Потом побежал. Выиграл еще время. Он не хотел его добить. Но получил стана Джабза. Кью еще на развороте успел что-таки стануть. И они, короче говоря, гонялись за этим Кью всю ебаную жизнь. А в этот момент Кирк там уже в бэклайне. Устроил газовую еблю. Вот. И разъебал там всех. И в итоге все равно Кордон нажал в него ульт. Только спустя секунд 10 погони. Но это совсем не та драка уже, которая... Нужна была секретом. Он, скажем так, вопросителен. Опа, поймали сатаника. Вжарили его. Нужно пожарить до Омника. Омник себе ультимейт пока дает. Живет камнем по голове. Получает кинг. Сатаник вкатывается. Убивает Омника. Омника есть байбек. Кристалли сжимает БКБ. Дерется с кингом. Старик тоже пытается прогнать. Возвращать Пупе назад кого-то. Но хорошая ли это цель? Хуй знает. Но в итоге убивают Мейден. Пупе там тоже убивают. Омник после байбека возвращается. Пытается убить его. С другой стороны Джабс. Нападает на герокоптер и просто убивает его. Король врывается далее на Бума. Пророщается в него. На себя репл кидает. Поэтому вообще по кайфу ему. Кстати, Омника брать против Морфа. Это же... Как будто бы идея по Раши. Да? Ну ведь действительно. Ведь это же превращается Морф. Опа! Пояслась! Король! Король пал. Переоценил себя король здесь и нафидел. А на самом деле он нормально так нафидел. Он Кордону денежек. Опа! Долбят нормально. Пытаются убить. Девочку с ямочкой убивают. Дизраптор тоже погибает в ответ. Успел раскисоваться. Он вроде. Кристаллик сменяет позицию. Пока дают. Есть БКБ. БКБ ТП нажимает. И не успеет Валрус Панни здесь использоваться. Кордон убегает. Размен 2 в 1. Не в пользу Сикрет. В пользу Авроры. Киркоптера сказал. Многое надо мажить. Но этого дэмэнжа не хватило. Дэмэнж Омника где? 700. Да. Омник. Ну это бума кикнут, ребят. Бума кикнут скоро. С10. Урон от Тандерстрайка с каждым ударом. Урон способность увеличится с каждым ударом, пока не закончат ее действия. У меня, кстати, вопрос возникает. Смотрите. Дело в том, что с шардом 6 ударов. Интервал ударов между ударами 2. 2 секунды. То есть на самом деле работает Тандерстрайк долго. А когда 9? То есть на самом деле он работает дольше, чем КД. А это распространяется на каждый отдельный инстанс Тандерстрайка. Или вот ты начал Тандерстрайк оставать, и вот пока работает хоть один, он все время увеличивается. Как это работает? Я вот не знаю. То есть он каждый раз обнуляется, или он всегда увеличивается? Не что он всегда увеличивается, это мем. Потому что, то получается, рано или поздно люди будут умирать просто от Тандерстрайков. От одного тика. Ай, король врывается, и начинается драка против Дристалиса. Король побеждает Дристалиса! Вот смотрит Пупей на это и думает, блядь. А ведь он мог за меня играть в команде, возможно. Я, кстати говоря, об этом думал. Когда Пупей там в очередной раз пересебирал состав, я бы думаю, блядь, вот есть же Сатаник. Мог бы, возможно, Пупей постараться себе утянуть этого игрока. Но он, очевидно, лучше, чем Кристалис. Вот как бы, очевидно. Это... Тут даже не надо вообще ни о чем думать. То есть этот игрок лучше, чем Кристалис. Вот просто 100 и 100. Ну, возможно, как бы, Сатаник, он сидит в Йоу Субмарин, да? И этот Йоу Субмарин не какие-то там рандомные челы. Это Корбин. Составки собрал. И Сатаник там получает какую-то зарплату. Хрен знает какую. Вот, но вполне вероятно, выкуп Сатаника не самый дешевый. Я думаю, что Корбин же не лох, понимает, как... Че, куда. Возможно, чтобы Сатаника приобрести, надо заплатить кругленькую сумму. Но и тут не факт, что Сикрет потянут в такую сумму. Мало игроков хуже Дристалиса. Ну, вообще, я не люблю ругать игроков. Я часто говорю, вот, этот игрок, он просто, может быть, не тот состав. Но Кристалис мне тоже не очень нравится. Это правда. Сатаник нравится вперед, пытается убить Пупея. Сатаника там пробивает, но, на самом деле, Саеге самому нормально. Он всех подрихтовал ебаленькие людям. Рубик пока что в ровном шаре, камнем по голове, куда откатится Рубик. Попробует дать блинк. А нельзя дать блинк, если нет блинка. Все, у него был блинк, но все, не смог его нажать, к сожалению. Мда, и теряют, знаете ли, Аврора бараки. Одни. И вторые. И одни, и вторые. Хекс, по Кристаллицу, Кристаллица, Киркопты. Ну, уже пора рапиру покупать, я думаю, да? Кордан, куда ты, блядь? Туда, нахуй? Все, бобей, даже не смотрел, пока Бездари попиздится здесь. Он уже, ладно, ладно, блядь. Ну, нахуй. Ну, ну, нахуй, блядь. И достает свой блокнот, и начинает обладать ручкой. Обыцательные знаки вот эти, которые карандашиком были. Он был одет, Сатаник, на самом деле. Я этот матч смотрел в первую очередь, потому что Сатаник здесь, на самом деле, играл. Мне было просто интересно глянуть, как Сатаник покажет себя, ну, на Тир-1 сцене. Все-таки он же играет в Йолсу Марин, это больше замес в Тир-2 бомжатни какой-то. Вот, и там он, конечно, смотрится неплохо, но все равно у них там не суперкруто получается. Потому как там команда не самая сильная, может быть. Был интерес, как он себя на Тир-1 сцене проявит. Ну, нормально, нормально. Если что, я думаю, Сатаник готов прямо сейчас вливаться в Тир-1 команду и ебать. Буквально прямо сейчас можно его подписывать, ну, куда угодно буквально, да. Понятно, ему придется пройти некоторую адаптацию, естественно. Где-то придется подучиться чему-то туда-сюда. Но именно, мне кажется, он готов к этому. На самом деле, даже будет как-то обидно, если он вот еще весь сезон просидит в Йолу Субмарин. Мне кажется, что он просто тратит время свое там, к сожалению. Как бы не в обиду мужикам из Йолу Субмарин, но... Субтитры сделал DimaTorzok